Около 200 тысяч жителей Самарской области получают серую зарплату. Практически каждый третий трудоспособный гражданин занят в синевом секторе экономики. Регион ежегодно недополучает порядка 23 миллиардов рублей. Из-за нежелания ряда предпринимателей легализовать свое дело. Как вывести бизнес из тени, добиться белых зарплат и создание комфортных условий труда сегодня обсуждали в правительстве области на конференции по социальному партнерству. В ее работе принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров, представители малого и среднего бизнеса, а также руководители министерства и профсоюзов, главы городов и районов. Какие решения приняты, расскажет Георгий Федоров. В Самарской области работают свыше 122 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Только за последний год открылись 19 тысяч. Динамика позитивная, однако в погоне за прибылью многие бизнесмены экономят на сотрудниках. Зарплаты в конвертах, жуткие условия труда, отсутствие даже минимального соцпакета. Некоторые организации вовсе не считают нужным платить налоги. А ведь эти средства могут направляться в том числе на поддержку пенсионеров, многодетных семей и других льготных категорий. Люди рассчитывают, подчеркнув глава государства, что им будут обеспечены широкие и равные возможности для самореализации, для воплощения в жизнь предпринимательских, творческих, гражданских инициатив. Рассчитывают на уважение к себе, к своим правам, свободам, к своему труду. Дмитрий Азаров подчеркнул, правительство готово создавать комфортные условия для бизнеса, увеличивать поддержку начинающих предпринимателей. Последние, к примеру, уже могут воспользоваться налоговыми каникулами. Бизнес, в свою очередь, должен отказываться от серых схем, гарантировать достойную белую зарплату работникам. Правительство в Самарской области готово к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами социального партнерства, как с профсоюзами, так и с работодателями. Мы готовы корректировать в том числе региональное законодательство, но, безусловно, после внимательной оценки эффективности принимаемых решений и их последствий. Не всегда такие решения были просчитаны в предыдущий период. Не все меры поддержки работают сегодня на благо развития Самарской области. Дмитрий Азаров поручил навести порядок и в торговой сфере. В частности, создавать оптимальные условия для сбыта продукции местных производителей. Отдельно обсудили меры по увеличению минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума. Сегодня более 104 тысяч работающих жителей Самарской области получают зарплату, которой не хватает даже на элементарные нужды. Президент России поставил задачу уравнять мрот и прожиточный минимум не позднее 1 января 2019 года. Глава государства подчеркнул, что необходимо преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан. Сегодня очень важно, чтобы работы по повышению мрот до величины прожиточного минимума трудоспособного населения шла с серьезной мобилизацией наших усилий. В ходе конференции поступили предложения по ужесточению мер к производителям нелегального алкоголя, снижению нагрузки на малый и средний бизнес за счет сокращения отчетности. Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам разработать дорожные карты по увеличению финансирования госпрограммы поддержки предпринимательства и созданию конкурентных условий для ведения легального бизнеса. Георгий Федоров, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии.